Всем доброго утра, доброго дня или доброго вечера. В любом случае, хорошего настроения при просмотре этого ролика. Мы с Андрюхой, место школы, выезжаем сегодня на рыбалку, будем ловить карася. Выезжаем мы, конечно, не так уж рано, но лишь к обеду солнце обещает прогреть воздух до 12 градусов. Спешить нам некуда, дорога займет у нас 2,5 часа. Едем мы в сторону Азовского моря и будем ловить карася на надувной лодке, маховыми удочками. Червь, опарыш. Думаю, будет увлекательная поездка. Вы приехали. Единственная проблема это, где нам здесь перепарковаться, чтобы далеко не нести сумку с лодкой. Она не такая легкая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас жарко стало, утром было плюс 2, плюс 3 градуса. Как раз мы вовремя приехали к обеду, да? Погода наладилась. Здесь мы в каждой прогарине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что у нас в арсенале? Две махалки, 4 метра и 4,5. Жилет мы брали детский, но, учитывая скорость нашего движения, решили его не надевать. Привет всем. Здесь есть червь, есть опарыш, есть еще опарыш. И даже взяли мы вот такую вот подкормочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Попрыбка! Пушет! Опа! Первый карасик. Давай. Первый карасик. Давай первого с тобой отпустим, загадая желание какое-нибудь. Хорошо? Первую рыбку отпустим. Загадал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К чертям проценты, банки, суды, газеты, тресты, кроли. Когда по слухам у запруды вот такие вот ходят караси. В тьму тараканьи где-то войны, у той с ригами война. А на рыбалке все спокойно. И тишина, и тишина, и тишина. И тишина. Ого! Кто это? Малыш! Окунь, снимаю сам. Опа. Мандарин. Бутербродик будешь? Бутербродик? Да. Пока нет. Не хочешь? Сейчас буду. На, угощайся. Кушать хочется уже. Время час дня. Мы только расположились, получается, да? Закормили рыбку. Решили сами пообедать. Погода замечательная, ветер слабый. Рыбаков не видно, ни конца, ни края. Что с одной стороны... Мандариновое дерево выверзет. Классно, покупать не придется. Приятного нам аппетита. А мне что, пускай политики взаимы. Парши, фиги! Зовут весь мир пустить на слов. А рыболовка всем лоялен. И на реке, и за столом. Его улов хорош на диво. Душа спокойствия полона. Две-три сосиски, крошка, пиво. И тишина, и тишина, и тишина, и тишина. Лодка у нас такая вот Skyro 305 до 10 лошадиных сил. Если честно, то это моя бывшая лодка. Покупал ее лет, наверное, 8 назад. Потом она перекочевала к моему хорошему товарищу Вячеславу. И вот он нам ее выделил. На эту поездку с Андрюхой. Так давненько, конечно, я на ПВХ-шках никуда не уходил. Как крупный какой. Таких еще не было, Андрюха. Сидит, чтобы не улыбнулась. Духая рыба! Ой, да к нам приплыла какая-то... Еще одна рыба. Вон, долгая рыба. Раненая, видишь, она какая-то. Сетки? Сейчас внесет течение. Видишь, она раненая? Может, из сетки, да, скорее всего, видишь? Покоцаная. Она не наша. Наша вот. Честно, на крючке висит. Да. Вот три опавыша? В Андрюхе удочка просто какая-то уловистая, да? Да, папа одну рыбу поймал. Ну, хорош тебе одну. Ну, стуки четыре я поймал на свою. Хотя нет. Хотя, наверное, я две всего поймал на свою удочку. А я много-много. Она какая-то у меня не карасятник, а все-таки мирная рыба. Это не моя история. Это так, чтобы сына приучить. Рыбка! Это наша история. Это, чтобы сына к рыбалке расположить. Маленькая, отпускаем. Ну, или на хищника. Только на троллинг с ним пока еще только можно. Жиговать рановато. Маленькая, да. Отпускаем? Да. Это кто? Карась. Давай, отпускаем. Давай. Маленького жалко, да? Да, маленький пускай рыбу, конечно. Пусть большим будет. Сильно больших брать нельзя, потому что они потомства дают много. И маленьких не надо. Надо среднюю рыбу брать. Большая она и невкусная. Видишь, время послеобеденное, люди начинают разъезжаться. Дружина. Два. Раз. Два. Раз. Это ли не самый лучший отдых? Лодка? Свежий воздух. О, только солнце, только небо и река. Мне кажется, что пятнадцатая рыбка будет моя, Андрюх. Я. Опа. Последняя рыба за отцом. Сейчас будем карасиков сюда. Сюда. Один. Зацепился. Пап, иди туда. Конечно, к себе. К себе тяни. Опустил, вот так. Опустил и к себе тяни. Да. Теперь поднимаешь в воздухе опять, переносишь. Опускаешь. Тянешь. Два. Раз. Два. Раз. Ну-ка, навалились, поднажали. Весла. В ручь взяли. Навалились. Поднажали. Дружно. Два. Раз. Два. Раз. Это ли не самый лучший отдых? Лодка, джентльмены. Свежий воздух. Только солнце, только небо и река. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Давай, подкрепляйся. Будем лодку мыть. Эта часть видео была обязательно для тебя, Славик. Лодка чистая и сухая возвращается тебе. Спасибо, дружище. Почистим рыбку сразу здесь, на природе. Дома останется только ее... Что дома останется? Дома останется только посолить, поперчить, добавить муки и на сковородку. А еще потом, когда она уже почти готова, можно сверху добавить сметанки и тертого грецкого ореха. И лимончиком. Накрыть крышкой, да, добавить лимончика, оставить минут на 5-10 дойти. И получится просто объедение. Повторю еще раз, да. Соль, перец, мука. Зажарим. Следние 5 минут добавляем сметану и молотый грецкий орешек. Открываем крышкой на выключенном уже огне. Просто ждем 10 минут. Она доходит до супер-супер-супер вкусного своего состояния. Семью лимончиком, как говорится, молотый грецкий орешек. Тихая река, нежная река, добрая река. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова